Ребята, всем привет! Что, хотела сегодня, чтобы я пораньше выйти? Я такая что-то заспанная какая-то. Пораньше хотела выйти, не получилось. Пока то, пока сё. Потом ещё вспомнила, что надо ласки туалет поменять. Бегом, ну, лоток её с наполнителем. Бегом, бегом, то-то-то-то. Короче, уже 9, даже 10 минут десятого. А я думала, что выйду в часов 7, блин. Короче, как обычно. А сейчас мама позвонила. А этот самый, а что они сегодня приедут тоже сажать там, что, чей лук, чей шо, приедут на моцике. Я говорю, давайте. Вот, так что сегодня будет весело. Я тоже взяла маленькую сеточку лука, потому что он же хранится у меня весь в предваннике, в квартире. Там взяла тоже сеточку. Не знаю, может быть. Тоже потыкаю. А чисто так, знаете, потому что споры ходят, да, кто говорит, что рано, кто говорит, пора. А третий пишет, а что ты спешишь? Ты ж не на продажу. Успеешь. Ну, короче. А некоторые садят у нас, а другие пишут, Юля, смотри по соседям, когда соседи садят. А соседи тоже. Один садит, другой нет. Ну, короче. А одну сеточку посажу, и как раз остальное потом, позже. И как раз посмотрим разницу между ними, и пойдет ли он в стрелку, и так далее. Но дело в том, что, в принципе, я брала сорта, ребята, голландские. И они не должны пускать стрелы, не должны в стрелку идти голландские сорта. Но, опять-таки, в прошлом году тоже голландские покупала, и на некоторых были стрелки. Но я сажала не рано, а поздно. Так что, как повезет, короче. А мне еще, ребята, надо зайти купить этот известь гашеную для побелки деревьев. И мне так, каждый раз, я думаю, ну вот, зайду на рынок, зайду на рынок. А потом выхожу с подъезда, думаю, мне так падло, так лень делать целый круг. Сначала на рынок, потом сюда. А потом, а потом. Ну, короче, сегодня у меня тоже получилось, а потом. Не, я собиралась, а потом мама сказала, что приедет, а я бегом спешу туда. Ребята, иду и подумываю, так, что еще сегодня посеять, что посадить, какие сроки, чего я вспомнила. Комментарий вчера прочитала, зрительница написала, что не понимаю, почему для Юли такая проблема, так проблематично. Ну, я своими словами комментарий, насколько помню. Проблематично сажать картофель, что там его сажать. Раз, посадил, окучил, один-два раза опрыскал, потом собрал, и все, ты с картошкой. Ребята, если бы было так все просто, то есть мне не проблема то ее посадить. Вот. Но, насчет опрыскивания жука, один-два раза. А десять раз не хотите ли? И одна упаковка этого яда химиката пятьдесят, восемьдесят гривен, и ты готов и за сто, и за сто пятьдесят покупать, потому что каждый раз продавец обещает, что вот, все раз попшиков, попрызгав и все, и забыл, понимаете? А десять раз пшикаешь, и соседи точно так же. И у меня, и мало того, и оно все равно, и практически каждый день я брала миску, ну, такая круглая у меня тазик, веник, и еще и стряхивала, смахивала их. Может быть, в разных регионах, по-разному, в разных областях, где-то больше жука, где-то меньше. У нас просто нашествие, и он картошку просто-напросто сжирает. Вот. Мало того, что я опрыскиваю, покупаю по десять пачек, это сколько денег, ребята. И в итоге, я посчитала, что на вот эти вот ядохимикаты и всякую вот эту дребедень, ау, я потратила больше половины того, чем я затратила, купив картошку. Прикиньте? Поняли? Такая фигня. Поэтому у меня посадка картофеля под большим вопросом. Да, мы в итоге его кушали до февраля месяца, да? Ну, то есть, с лета начали уже молодой выкапывать, когда там, наверное, с июля мы там раннюю сажали. Ну, грубо говоря, август, то есть, мы картошку не покупали, кушали август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, то есть, 7 месяцев. На 7 месяцев мне хватило той картошки. Вот. Но сколько денег угрохано? Вот это вот я не понимаю. Из-за этого у меня, да, проблема. Я на самом деле не знаю, мне купить просто картошку, запастись, затариться, либо ее сажать. Под большим вопросом. Как-то так. Иду, ребята, так хорошо. Тишина, успокоиться. Сегодня ветра практически нет. Но обещают день жаркий, хотя сегодня больше тучками, вот облаками затянуто. Там с другой стороны небо. Ну, в общем, хорошо. И даже не хочется эту тишину нарушать, не знаю, что вам такого рассказать. Впереди каникулы. У нас неделя каникул весенних. Ура! Наконец-то! Каникулы. Я помню, в детстве так была рада каникулам. Все немножко. И приду, ребята, сейчас сразу переоденусь, покормлю жука-жуковского. Все по накатанной. Все как всегда. Уже, ребята, в комментариях есть такие писаки, кто пишет, что огородом надоело уже в своей деревне, в своей даче. Не интересно, там фу-фу-фу. на кухне выпускаешь там пару роликов. Мне не запланировано, ребята, обычная жизнь. Где-то я на кухне, где-то здесь такое. И то пишет, ой, кухня твоя надоело, уже скорее бы деревня. Будут всегда недовольные и так далее. Но я скажу одно, никогда никому не позволяйте руководить вашей жизнью, указывать, что вам делать, что вам не делать, что вам снимать. А вот нам было бы интересно то, а нам бы это. Люди путают, да? Это может быть нужно на развлекательное шоу, есть на ютубе. Вот так вот. Выше крыши, выше головы развлекательных шоу и так далее. А здесь обычная жизнь. Что делаю, чем занимаюсь, то и показываю. Но у каждого есть выбор, смотреть того или иного блогера или нет. И запомните, что никогда никто, сами подумайте, да, вот те, кто пишет такое. Вас же никто не держит. Я вас не звала, я вас не заставляла подписываться. И, кстати, каждый день я не заставляю вас заходить, смотреть. Слушайте, жарко уже, солнышко припекает. Поэтому всегда у каждого есть выбор. Хочешь, смотришь, хочешь, нет. И такие комментарии в плане, что вот, Сережи нет на видео, теперь неинтересно, вот Сереже было интересно, а теперь что-то такое. вот не хочу заходить, но захожу каждый день, да. Вот. И надо, к чему это лезть, эти, вранье, грубо говоря, да. Потому что Сережа на канале, что, развлекал вас, или что, или в каждом видео участвовал. Такие же, пышу, попридумывали, что все этот самый, канал, сдох, сдох. Ребят, канал вздыхает, когда нет просмотров и так далее. У меня просмотры не то, что не изменились. Где мой поворот? Не то, что не изменились, они повысились. Вот, поэтому чем-то так, таким вот пытаться там меня уколоть или еще что-то, мне совершенно ровно, мне совершенно по боку. Вы зашли, написали комментарии, кто-то вот, особенно, да, такие колки острые на язык, какнули, как птичка, собачка, и дальше побежали. А мне же совершенно все равно, я вас не знаю, я вас не видела никогда. Вот. И больше, чем уверена, что жизнь не малина у таких людей, иначе столько бы злобы не было. И всегда говорила, еще раз скажу, что в ваших проблемах, вот вы же те, кто пишет гадости, да, свои проблемы пытаются таким образом заглушить кого-то унизив, кого-то пытаться там, да, ткнуть мордой куда-то. Вот. В ваших проблемах посторонние люди не виноваты, и вашу боль и так далее это не загасит, это не поможет. Это дорога в никуда, это замкнутый круг на самом деле. Вы все больше и больше будете грязнуть вот в этом, вот в вашем вот негативе и так далее. Поверьте, есть такая штука, что не поможет это. Вот я иду, ребята, на самом деле я не ожидала, что здесь роса, и у меня кроссовки мокроватые. Не ожидала, это ж утро, как летом, прям роса, я обхожу по соседскому огороду, эти ж, что, спалено, что, тут потухло уже все, блин, мокрая обувь. Это мама с Витей не видать на горизонте, дядь Ваня ходит по огороду, все, старенькие люди, все равно что-то вутит, Женя, что-то вошковица, вошковица на городе. Что они там садят? Что-то садят. Фу, до сих пор воняет этим паленым. Фу, такой запах неприятный, кошмар. Фу, что-то Женя садила там. Женя! Что вы там садили? Юля, бегай, и по кухню. Да. Уже и пикрушку, и крот, и... А это пошла по две ямки кабачки. Две ямочки уже? Нет. Бо Юля вот такие маленькие, и мало она синая. А я тогда накрию. А, ну, бутылками, да? Да, может, и выйдут. А нету, то есть все. Ну, да. Есть там еще, будучи ноль чи минус один ночью. Дня три. Десь. Я маю виду, как оно аж выйдет. А. Юля, бывало уже день год у нас картошка. Вот так мы садили. Була в желудоках. Рано встали с дневничкой. Вот такого черного нема. А. Я где? Это в мае месяце. А теперь уже все. Ото раннее трошки кинули. Мало в субботу. И все, все, седали, садить. Не хочу болися, Юля. Угу. попробуй кем накрыть. Это не то, что оно поработает. Ну, да, да. Писла накрыла под Витя. Сегодня мама с Витей приедет, сажать будет. И по телевизору «Завтра». Да, ну, что, кажут, цыбуля постоп будет. О, а я калитку вчера не закрыла Не закрыла Зажарилась, ребята, куртка черная Спину нажарила Еще рюкзак, что-то я сегодня так нагрузила Так нагрузила рюкзак, он мне так больно тянет Иду, 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 шабачки Нету мамы сейчас, видите Я вчера тухли свои подготовила, постирала Вот, блин, там у меня еще одни были, можно маме еще Сейчас я принесу их, тоже постираю Я вчера так резко ушла, что даже посуду не помыла, ребята, оставила Все, привет Ой, уже сыклик Ой, сыклик, ну е-мое, ну что такое Жук, давай я буду раздеваться, будет уже жарко мне Ну, давай, я тебе кровяночки принесла Кровяночки чуть-чуть Ой, вкусненько Вкусненько Мама принесла вкусняшеньку Да, вкусно Там еще кусочек, вон На Ой, с этой куб пакетик Все, снимай Снимай, собачки Кстати, ребята, стол не стала я степлером фигачить Просто вот так вот, смотрите, уголочек сложила и прищепкой защипнула Тут тоже уголочек сложила, прищепкой защипнула И здесь точно так же Вот, завернула, и там вон прищепка болтается Ну, не должно улетать, не охота мне ее дырявить Вот так вот, видите, пойдет нормально Я вчера за обедом срезала вот здесь лучок Поела с удовольствием Вот, диванчик вон Старой шторой застелила Ну, уже лучше, на тумбочке осталось собрать Вчера не успела, как-то так день пролетел, да? Да, мой зюк-зюк, кошки Ну, иди, конечно, будем столь обнимускаться Ты уже не будешь писать? Иди Малечкин, малечкин, да Малечкин, все Обнимушкин, да Он любит маму обнимать Да Вот так Мне так нравится, как он головкой прям так Вот так вот прижимается Хлопчик Хлопчик А что ты носишь, курносый у тебя становится от удовольствия Нос кверху Да ладно Так прям прижимается И хвостиком Тын-тырин-тырин-тырин Сейчас приедут гости к тебе, да? Мама приедет светить, да? Все Ой, ой, повыбражулькать Ой, конечно Повыбражулькать, да Что ты такой резкий парень, а? Резкий парень, да Как паровоз, ты что? Ой, выбражулькин? Да А то он знает, что я с ним играю Мама заигрывает, да Стой Я Альмой пахну У Альмы штечка Выж по-любому, наверное, чувствуете да ты красивый конечно красивый больше шерсть нарастил да иди-ка на лапку наступила иди ко мне нечаянно укусил ты меня за кофту ты что не надо меня новая кофточка красивая вот такая вот а дома нашла такая красивая полетел куда полетел зуб меня бы отпустить не ты на огород там все уже там посадки в огороде уже всего нельзя ребята приторобанила вот лука пока в мисочку высыпала его и компот вытащила сейчас вот пойду стакан и помою подготовлю будем компот пока мама не приехала я начищу сейчас картошки потому что у меня такое накормить особо нечем вот есть картошка я сейчас начищу водой залью пусть стоит до обеда а потом просто пожарю картошки есть у меня паштет можно на хлеб намазать такое по простому может мама тоже что-то захватит из еды не знаю поэтому сейчас начищаю картошечки лук я пересыпала из миски вон нашла коробочку перекинула в коробку чтоб не дай бог он не запрел не припрел столько я его храню сейчас только что прочитала комментарии здесь зрительница пишите не переживай уже можно сажать лук потому что у тебя голландский его можно сажать короче знаю он часть сегодня посажу посмотрим не оморочит что земля уже сухая надо наверное этот самый полив но завтра я не смогу здесь долго быть завтра у меня где вами надо пойти с днем рождения поздравить вот завтра не будет времени может на послезавтра это хочу полив уже наверное подключить хотя там еще впереди пару ночей вроде бы как ноль или минус один похолодание будет хочется полить то что я посеяла что он в земле сидит сухой мне нож этот неудобный маленького нет сейчас начищу ребята у меня смотрите чё вот-вот распустятся цветы смотрите я вчера уходила были бутончики абсолютно закрытые а сейчас смотрите что происходит может к вечеру даже раскроется красота какая и лук вон я начала поливать его и он сходит а я взяла тяпку перчатки иду май красота вообще смотрите вот-вот распустятся цвести будет красиво но как пахнет когда цветет особенно это вот черешня абрикос это все пахнет шикарно просто хочу вот где я смородину посадила ребята от заборщика соседского и до моей смородины сегодня ветер такой я шапку напялила что-то уши замерзли думала будет теплее вот прополоть там он бурьянчик и надо сегодня смородину полить видите как она на бочок посажена у меня вот здесь вот небольшой клаптик видите вот отсюда и до заборчиков траву надо убрать следить за этим поэтому я сейчас этим не займусь ребята вас вот так вот поставлю будете стоять хочу это криво-то стоите и там сейчас я сделаю красоту все прополола вот он весь наверху сейчас возьму грабельки соберу его чтоб чистенько было все уже где нигде видите начинает бурьян расти но уже начало положено солнышко пригревает и бурьян в первую очередь прет как бешеный все ребятки и мама свите приехали я пойду на огород сажать лук буду лук лучок ребятки посадила 10 рядков лука сейчас отвлеклась потому что надо пожарить картошки блин короче прилипает она к сковородке это картошка и получается на руку не смогу мешать поприлипала короче чего рыть вона чешу шо тут за сковородка такая не знаю каша такое месиво получилось это просто кошмар она уже почти готова вот такая все такой сорт что-то пойдет все ребята картошку нажарила банку компота засадили мама он компот привезла он тает стоит на солнышке я достала с либо холодненькие еще абрикосы мама еще принесла цветочки хочет посадить смотрите какие такая виола матиола матиола тоже сейла меня не взошла что-то астра диадема ви а виолы цифирма чешу они виола диадема веду виола максим шусь f1 кассис виола еще такие штучки хайсады лук я не весь посадила который принесла вот еще остался я замахалась просто кошмар я буду месяц его сажать наверное все компотик открыла стоит кто хочет будет пить все ребята все разъехались мама посадила что хотела вот покидали землю ветер поднялся стало холодать пообедали перекусили сразу такой расслабон буду я на днях делать разводку полив вот уже начало положено вот она идет на огород там торчит конец вот но там надо пару кранов поменять короче потому что они за два года уже себя изжили они не поворачиваются пластиковые такие экраны ребят вот тут лечка ничего не начала поливать думаю это не лейка и простите не на толка не натаскаешься вот здесь вот я посадила 10 рядочков лука вот видите палочка вот раз стоит и палочка 2 вот тут меня 10 рядов лука дальше пойду потихоньку помаленьку вот у мамы там он виде палки торчат все садится все нормально все отлично поела и ребята меня так прибивает дело в том что переживаю что конечно семена лежат в сухой земле надо полив но вроде бы как на воскресенье стоит дождь дай бог посмотрим будет или нет так завтра я тоже здесь буду но снимать не буду потому что завтра у дочки сергей день рождения и мы его будем отмечать здесь а чё дома сидеть хорошая погода опять губы по обветрилились хорошая погода так что мы здесь разведем костерок посидим полилякаем отметим отпразднуем вот тихом семейном кругу тихом семейном кругу